Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Сегодня я буду говорить о двух основных проблемах нашего сельского хозяйства. Это кадры для села и финансы для сельскохозяйственного производства. Две эти темы в какой-то степени друг с другом взаимосвязаны. Вот буквально недавно в интервью нашей программе областной министр сельского хозяйства Алексей Морозов сказал, что основная проблема сельхозпредприятий в Нижегородской области – кадровая. У нас не хватает специалистов практически всех профессий, но самый большой дефицит – это грамотных руководителей сельхозпредприятий. Ну, а если у села будет грамотный руководитель, то он и финансы найдет. Вот с рассказа об одном из таких грамотных руководителей, который посидел, подумал и нашел дополнительно миллионов 10-15 в год, не где-то на стороне, а внутри своего сельхозпредприятия, я и хочу начать свою программу. Все началось вот с этих печей, которые лет 10 назад сварили местные умельцы в колхозном гараже. Раньше воду на ферме грели электричеством. Но тарифы с каждым годом только росли, вот как-то в шутку или всерьез, кто-то и сказал, что дешевле печку топить. А директору эта мысль запала, и он решил попробовать. Сварили печь, потопили зиму, посчитали экономию и сами удивились. Эту психологию надо переломить, когда котлы начали тоже все, ой, каменный век, каменный век. А видите, тогда еще начало, надо почувствовать, это ведь давно было, мы когда начали эту экономию. Сейчас, несмотря на мнение скептиков, на всех фермах обогрев воды и отопление только дровами. Экономит порядка миллиона рублей в год. Вообще, главная статья расходов, а следовательно и повод задуматься об экономии, это электроэнергия. Сегодня сельхозпредприятие уровня Семьянского платит за электричество полтора миллиона рублей в месяц. В Семьянском – 102 тысячи. Полтора миллиона и 102 тысячи. Согласитесь, есть разница. Конечно, одним днем ничего не делается. Начали с элементарного. Заменили в хозяйстве все до одной лампочки на энергосберегающие. Потом заменили старые электромоторы, еще советского образца, на современные, тоже энергосберегающие. Спустя какое-то время появились диодные лампы. Авдеев тут же сел и решил задачку для начальной школы. Во сколько раз можно сэкономить расходы, если известно потребление и стоимость лампочек? Были лампы киловаттные, четыре лампочки киловаттные. Сейчас мы поставили светодиодные. Они по 90 ватт, четыре. Светят они ярче, чем те. Четыре по 90, 360 ватт. По 10 часов 3,60 киловатта. Это значит на 30 дней 108 киловатт. На 6 рублей 648 рублей в месяц. Прежние, значит, киловатт на 4, 4 киловатта. На 10 часов это 40 киловатт. На 30 дней 1200. 1200 на 6, 7200 рублей за месяц платили. Минус 648 от светодиодных. Получается у нас 6552. То есть 6 тысяч вы экономите в месяц на одно только вышлое освещение. Дальше мы их покупали, правда, по 13 тысяч. 13 тысяч умножаем на 4 лампы. Получается 52 тысячи. 52 тысячи разделим на 6, 552. 7,9 месяца. Мы за 8 месяцев их окупаем. А дальше уже... Вот вся арифметика. А вначале кажется вроде дорого. Это все... По лампочкам. Вот у нас здесь медуза. 5 ватт она, 5 ватт. Даже энергосберегающие в гараже у нас были, две висели. По 85 ватт. Это самый суперсовременный. 170 ватт. Повесили одну медузу, она светит как 2 по 85. В 34 раза дешевле. В 34 раза. Вот. Больше не о чем говорить. К тому времени, как Владимир Авдеев закончил решать задачки по элементарной экономике, в области заработала программа развития животноводства. Стали строить и реконструировать фермы. Памятуя о миллионах, которые он уже сэкономил на электричестве, директор задумался, а как бы еще освещение на ферме подешевле организовать. И тут его осенило. А почему бы не использовать на полную естественное освещение, как в теплицах? Так впервые в Нижегородской области появилась ферма полностью с поликарбонатной крышей. Но сразу нашлись критики и скептики, утверждавшие, что такая крыша долго не простоит, что ее в первую же зиму снегом продавит, ветром сдует, градом побьет или птицы выклюют. И чего только еще они предсказывали. Ничего. Вон уже 4 зимы стоит и радует. Подсчитали. Только за счет этой крыши экономия на электричестве в 2,5 раза. На каждом дворе у нас стоит счетчик. Помимо того, как мы платим Горэнерго, сейчас на каждом дворе счетчик. Каждую неделю, пятницу, механик ездит с девочкой ответственной, бухгалтером как раз. Она снимает показания, и они знают. У нас, вот они, пожалуйста, расход электричества по объектам. Вот расходник. Она дает Горэнерго и тут же дает дубликат. Плюс или минус к прошлому месяцу. К прошлому году. У нас вот за 5 лет у ней данные все в цифрах выведены. Мы анализируем. А почему вы сожгли? Они, оказывается, там для телятишек пушку включили. Все. Мы сразу уже за неделю знаем, сколько они лишних взрасходов. Когда вдруг Семьянская стала платить за электричество в разы меньше, энергетики несколько месяцев отсюда не вылезали. Все искали, где же у них хозяйство электричество ворует. Не верили, что можно настолько сэкономить. А когда наконец-то убедились, то повсюду стали Семьянское в пример ставить. И сюда потянулись делегации опыт перенимать. Сначала коллеги сельхозпроизводители, а потом даже из областного центра стали заезжать. Вот так однажды заехал сюда предприниматель из Нижнего Новгорода Олег Антипин. Услышал он про необычную ферму и решил своими глазами на нее посмотреть. Я был, конечно, под впечатлениями. Я раньше видел коровники. Ну да, коровник, смрад, вонь, темно. Когда мы приехали в прошлом году или позапрошлом были с поликарбонатовой крышей, то есть светлой, я, конечно, был под впечатлением. Там даже находиться приятно. Я, конечно, не могу сказать, как экономия, качество, но мне очень понравилось. Очень понравилось. То есть чисто, чисто. Мне понравилось содержание коров. Очень важно вот эти маты, резиновые какие-то. То есть корова там не мерзнет. И еще такой момент. Мне понравилось отношение людей к животным. Не важно там кто, доярка, механизатор или там еще кто. Каждый, то есть на каждом расстоянии стоят вот эти скребки. То есть если там доярка, аппарат подключенный ведется, дойка, они убирают. То есть это все убирают, механизированные линии двигаются, то есть навоза нет. То есть мне очень понравилось. Ну не знаю там еще что, но как бы вообще, в общем-то, есть, есть чему поучиться. В общем, поговорили, пообщались и в разговоре случайно выяснили, что могут быть друг другу очень даже полезны. Ну у меня есть небольшая мастерская по ремонту стартеров, генераторов. То есть как бы я этим занимаюсь, то есть автомобили ремонтирую. И вот сейчас вот мы налаживаем контакты по ремонту, то есть вот этой вот техники. Директор хозяйства в очередной раз решил задачку для начальной школы. И понял, что опять можно несколько десятков тысяч рублей сэкономить. Раньше сгорел на тракторе генератор или стартер. Его бросали на склад на самую дальнюю полку и ехали за новым. Теперь решили их отдавать на ремонт специалисту. Пробную партию уже сделали, качество устроило. Теперь загрузили мастера по полной. Нам практически это в три раза, значит, стартера дешевле, и в два раза генераторы. Чтобы горячку не пороть, зимний период, когда техника вот простаивает, в общем-то, стоит, не работает, это все можно как бы собрать, привезти в мастерскую, в течение месяца, двух-трех там сделать. И там кубор, что ли, каким-то там вот определенным моментом, оно уже все лежит на полке. В свою очередь Олег Антипин уже решил, что у себя в сервисе тоже проведет полный анализ расходов по электричеству, по примеру Семьянского, и начнет на этом экономить. Здесь есть много чему поучиться. У нас в городе, в общем-то, не у каждого есть такое, что и здесь. Вот, например, я обратил внимание, даже вот, опять же, везде светодиодное освещение. То есть, это очень прогрессивная технология, светодиодное освещение, как бы, потребление небольшое, светоотдача большая, то есть, это прямая выгода. У нас до сих пор используются, ну, в лучшем случае, люминесцентные лампы. А так, лампы накаливания, американские прожекторы по 300-500 Вт, то есть, как бы, никто этого не использует. На каждой двери, в каждом помещении, я обратил внимание, то есть, висят информационные таблички «Уходя, гаси свет». Вот это вот, хорошо забытое, как бы, вот это вот новое, хорошо забытое и старое. Вот раньше на заводах это тоже было. У нас этого нет нигде. У нас вот нет, здесь это есть. Это сразу бросается в глаза. Кстати, все, о чем мы сейчас вам рассказали, это лишь прямая экономия. А есть еще косвенные. И она зачастую даже больше прямой. Например, коровы, содержащиеся постоянно под лампами накаливания, дают молока на 10% меньше, чем при естественном уличном освещении. Вот вам еще выгода от поликарбонатной крыши. А чего стоит суточный простой трактора или комбайна, пока механик в город за новым стартером или генератором съездит, в горячий сезон посевной или уборочной, когда каждый час дорог? В ненастный год только за счет этого можно миллионы рублей потерять. А теперь в хозяйстве обменный фонд всегда есть на складе. Максимум час на замену и снова в поле. В общем, подходы у селян к ведению аграрного бизнеса очень сильно меняются. И теперь уже горожанам есть чему у деревенских жителей поучиться. Ну, горожанам больше всего надо у деревенских учиться отношению. То есть люди здесь другие. Люди намного лучше. Кто ищет, тот всегда найдет. И пример тому руководитель сельхозпредприятия «Семьянская» Владимир Авдеев. Ну, а сразу после рекламы я вам расскажу о будущих руководителях, о нынешних студентах Нижегородской сельскохозяйственной академии. Нижегородская сельхозакадемия Нижегородская сельхозакадемия – главная кузница кадров для нижегородских сельхозпредприятий. Но в сельхозакадемии большое количество студентов – это выпускники не сельских, а городских школ. И вот чтобы они поняли, что значит сельский труд, чтобы приобщились к земле, каждый год сельхозакадемия отправляет своих студентов в стройотряды на уборку урожая. Как это происходит – мой следующий рассказ. Вы здесь как дома. Уже который год? Десятый. Десятый. Юбилей. Юбилей. Уже 10 лет хозяйство земля Сеченовская принимает во время уборочной студенческий строительный отряд Нижегородской сельхозакадемии. Хотя строительным отрядом его сегодня называть не совсем правильно, поскольку студенты ничего не строят, они убирают урожай. В сельхозакадемии эти отряды официально называются уборочно-транспортные комплексы. Формируются они из студентов инженерного факультета. К третьему курсу ребята уже имеют удостоверение водителя, тракториста, комбайнера и в хозяйстве им доверяют любую технику. 12 бойцов, которые пришли на уборку – это дорого стоит. 7 из них – помощники комбайнера, трое – водители на ГАЗ-53, двое – на МТЗ-82. Их не надо кормить ни зимой, ни летом. Они приходят только на два месяца работы. Это самый, в моем понятии, это самый выгодный контингент для нашего сельхозпредприятия. Именно с хозяйства земля Сеченовская начиналось возрождение в Нижегородской сельхозакадемии стройотрядовского движения. Ровно 10 лет назад трое студентов приехали сюда на уборку урожая. Я помню, как сейчас, что было зимой, проводили они собрание вот в этом клубе, подводили итоги и пригласили нас. Я как руководитель практики приезжал. И вот все ребята, то есть Сисягин Андрей, Воронов комиссаром был. Вы помните по фамильям всех? Это однозначно, да. И вот Виктор Волков. И наравне с комбайнерами, с механизаторами, ну, живноводов на тот момент уже не было, ну, растеневодами, так скажем, вот, их ребят пригласили на сцену и торжественно вручали призы и отмечали грамоты и так далее. Это, ну, это многого стоит. И именно тогда было принято решение, что на следующий год нужно уже расширять состав. То есть мы тогда договорились о 8 человек. Кстати, один из тех трех первопроходцев, Виктор Волков, после окончания вуза вернулся в это село и по сей день работает здесь главным инженером. И таких примеров за 10 лет накопилось немало. Мы здесь в первую очередь преследуем две цели. Это практическая подготовка наших студентов и закрепление кадров в сельской местности. Вот эти две составляющие. Благодаря таким предприятиям мы эти проблемы успешно решаем. Кадровый вопрос – один из самых острых на селе. Каждый год аграрные, высшие и средние учебные заведения Нижегородской области выпускают из своих стен тысячи специалистов. А в сельхозпредприятиях их все равно не хватает. Молодые специалисты просто-напросто не идут работать на село. Находят себе работу в городе, пусть даже и не по специальности. Хотя справедливости ради отмечу, что в последние годы выпускники сельхозакадемии все больше идут работать по профилю. Способствует этому созданные в вузе Центр технической политики и трудоустройства выпускников. Мы принимаем напрямую заявки от предприятия, мы смотрим рекламную прессу, где публикуется заявление, приглашается на работу. И вот у нас есть такая электронная база в академии. И при вручении дипломов ребята получают путевки в то или иное предприятие. Центр технической политики и трудоустройства при Нижегородской сельхозакадемии решил еще одну важную проблему – техническое перевооружение учебной части академии. Теперь студенты изучают теорию не на древних ДТ-75 и Нивах, а на современных машинах. Были заключены договора с Минским тракторным заводом, с предприятием Гомселемаш, с вузами, сельскохозяйственной академией, агротехническим университетом Беларуси. Это позволило нам создать на нашей базе новый класс с современным оборудованием, видовую площадку для научно-учебного процесса, где представлена вся линейка техники Гомселемаш, как зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов. Это хорошим спорем является как для учебного процесса, так и для научных исследований. Но какую современную технику в вуз не поставь, как ее не изучай, это все равно только теория, которая без практики мертва. А вот практику студенты как раз и проходят в этих стройотрядах. И по их собственным отзывам теория с практикой очень даже стыкуются. Теория помогает процентов на 80. То, что, ну, что-то все равно где-то по-другому, кто-то уже свое опыт, комбайнеры все равно, и люди, которые работают на технике, они уже что-то там и свое могут подсказать. Вот. Ну, в полевых условиях. А если говорить о мастерских, то в академии преподают практически все. То есть процентов 80 теории здесь есть. Вот. Это устройство, надежность, все. Так же сопротивление материала даже пригождается. То есть... Вот. А практика помогает очень хорошо. Тоже в академии уже, когда поковырялся сам в этой технике, все перебрал своими руками, и тебе преподают надежность уже. Там, например, или ремонт машины, ты можешь что-то сам сказать, как заменить проще. То есть понимаешь лучше. Да, уже более. Эта практика очень хороша, тем более для ребят, молодых, которые с города поступили в академию, видят всю эту жизнь изнутри. После окончания академии Антон Янковский планирует заняться собственным бизнесом, стать фермером. Но большинство студентов пока еще окончательно не определились, куда пойти после окончания вуза. И, возможно, именно эта практика поможет им сделать правильный выбор. К ребятам во время практики присматриваются руководители, отмечают их какие-то положительные стороны и находят какие-то мотивации для того, чтобы привлечь их на работу. А все у нас в академии формируется ежегодно порядка 35-40 студенческих отрядов. Это разнопрофильные отряды. Конечно же, большая часть относится к инженерному факультету, уборочно-транспортные комплексы, сервисные отряды. Опять же, то, что мы с вами говорили по обучению современной технике, сервисному ему обслуживанию, предпродажную подготовку наши ребята проводят. И на каждом факультете у нас работают свои студенческие отряды со своей спецификой. На агрономическом, допустим, есть агрономический, который работает в совхозе Горьковский, есть землеустроительный в кадастровой палате. Агрономы у нас работают и в плодопитомнике Лысковском, на ветеринарном факультете отряды формируются, на зооинженерном факультете. А экономисты, бухгалтеры тоже проходят практику? Тоже проходят практику. И в федеральной антимонопольной службе мы уже не первый год формируем студенческий отряд. В Россельхозбанке мы формируем студенческий отряд. Ну и мы формируем сводные отряды, когда на одном предприятии не только конкретно инженеры или конкретно агрономы, мы как бы собираем отряд такой сводный с разных направлений подготовки, с разных факультетов, если есть потребность предприятия. Здесь, в стройотрядах, во время прохождения производственной практики студенты выполняют еще одну задачу. Набирают материал для написания курсовых и дипломных работ. У них есть план, есть программа прохождения производственной практики. У каждого есть конкретное задание. У кого-то это исследовательская какая-то часть, у кого-то это опытная часть. Обязательно они эту статистику собирают, анализируют и потом преподавателям проводят защиту либо комиссионно. То есть защита производственной практики однозначно проводится с выставлением оценки. Кстати, стройотряд, который в этом году трудился в хозяйстве «Земля Сеченовская», носит международный статус, поскольку двое из 12 студентов приехали из Белоруссии. Совместный проект с Белорусским аграрно-техническим университетом это тоже инициатива Нижегородской сельхозакадемии. В 2015 году нижегородские студенты были на практике в Белоруссии. Сегодня белорусские студенты приехали с ответным визитом. У себя на родине они подобную практику уже проходили на своей белорусской технике. Теперь вот в нижегородской глубинке осваивают немецкие и российские комбайны. И техника другая, и подход к технике, обслуживание. Уборочная сама тоже немножко отличается. За поздняя уборка. У нас немножко в Белоруссии пораньше начинается. Ну вот поля, вот сами вот эти горы, неизменности. У нас как бы поля в основном равнины, там в пару районах только что возвышенность. А так тут... Ну красота, в общем, когда сдалека смотришь, вот даже если вот так взять, то красота смотрится. У нас такого редко не найдешь. И поля у нас не такие большие, ну вот по гектарам. Да, здесь там по 100, больше гектар. У нас, ну, таких полей нет у нас. Ну, маленькие. Нас поставили помощниками комбайнеров и по совместительству еще дублерами на трактор. То есть, когда машины не успевали вывозить зерно, мы возили на тракторах. А так в основном вот помощник комбайнера, что Вова, что я. Связи между белорусским и нижегородским аграрными вузами с каждым годом все глубже. Обмен происходит не только студентами, но и преподавателями, которые в режиме онлайн с помощью современных технологий читают лекции студентам дружественного вуза. Сейчас мы проводим работу по сопоставлению учебных планов наших инженеров в факультете и БГАТУ с тем, чтобы написать совместно творческими коллективами учебники профессорами инженерного факультета и профессорами БГАТУ. Вот такая сегодня насыщенная, интересная программа у студентов Нижегородской сельхозакадемии. И, как знать, может, закрепление специалистов на селе в скором времени будет не только внутри одного региона, а и межнациональным. Может, тот же Антон Янковский после практики в Белоруссии захочет заняться фермерством именно там. Ну, а кто-то из белорусских студентов влюбится в нижегородские пейзажи и найдет здесь свое призвание. Такое сегодня вполне возможно. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни без прикрас. Увидимся. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин